В Харькове вспоминали выдающегося хирурга Александра Шалимова. Недавно исполнилось 100 лет со дня его рождения. На счету Шалимова более 40 тысяч операций и сотни изобретений. Например, первая удачная пересадка поджелудочной железы больному диабетом. Его методики актуальны и сейчас с учениками и последователями. Общалась Светлана Шекера. В Харьков Александр Шалимов приехал уже известным хирургом. Ему было за 40. Здесь для него создали кафедру таракальной хирургии и анестезиологии на базе 2-й городской больницы. Профессор Борис Доценко вспоминает, как в конце 50-х приехал в Харьков с Донбасса на стажировку. И увидев, как виртуозно оперирует Шалимов, на сосудах, пищеводе и на сердце остался, чтобы стать его учеником. Был бы великолепным хирургом, который через... В подвале у нас было экспериментальное операционное, виварий был во дворе. Через эксперименты он разрабатывал новые технологии. Впервые, пожалуй, можно так говорить, в нашей стране Шалимов разработал методику удаления опухолей поджелудочной железы. Многие хирурги приезжали смотреть, как он выполняет эту операцию. Скрупулезный и трудолюбивый Шалимов делал чертежи, по которым на оборонных заводах для него изготавливали новую аппаратуру. Были созданы два аппарата искусственного кровообращения. Пенный оксигенатор требовал 3 литра, а созданный Шалимов требовал 1,5 литра. За 13 лет работы в Харькове Шалимов впервые пересадил поджелудочную железу больному диабетом и даже подготовил пересадку сердца. Но не решился и об этом жалел. Шалимова вызывали в Киев оперировать самых сложных пациентов. По приглашению властей он переехал в столицу, а в Харькове до сих пор помнят традиции, заложенные выдающимся хирургом. Нещодавно выполнили 100 лет с днём родственника Шалимова Александра. Это надзвичайный человек. Эта лекарь продолжает проводить оперативные вручения. Примерно 4 тысячи операций проводятся каждый год. И около 80% имеют ступень сложных. Поэтому работники медицинского комплекса продолжают традиции, высокие традиции, украинской хирургии и украинской медицины. Сегодня глава облгосадминистрации Юлия Светличная вручила президентскую награду звания заслуженного врача Украины врачу-эндокринологу второй больницы Людмиле Ведяевой, которая работает в сфере здравоохранения уже более 40 лет. Я считаю, что в вашей школе участвуются в сфере здравоохранения, потому что наши медики наиболее важнейшим гнездом вручила медицинской науки. Я много лет работаю в здравоохранении города Харькова. И я совершенно разделяю мысль, что это не только моя награда, а в первую очередь моих коллег, медиков и немедиков, с которыми мы работаем много-много лет. Самое главное, говорят врачи второй больницы, не растерять заложенное еще с шалимовских времен человечное отношение к пациентам. Именно это отличало хирурга. Он боролся до последнего за каждую жизнь.